МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российская армия, перокидывая силы под Харков, копирошкодить контрнаступу украинской армии. Российские хакеры заявили, что начинают кибератаки против компании Lockheed Martin, производителя ставших знаменитыми ракетных систем HIMARS. Крыхуболь за тыдень засталось до конференции демократичных сил главновая Беларусь, инцеванной офисом Светланы Тихановской. Какие пытания и претензии прогучать у адрес-лидеров? Поразмовляем с делегатом з'езду Александром Кныровичем. Ну а начинаем традиционно с новостей из Украины. С нами на связи из Киева уже находится наш коллега Денис Дудинский, корреспондент Белсата. Давайте узнаем, что произошло в Украине за этот день. Денис, добрый вечер, тебе слово. Добрый вечер. Главная новость дня. Сегодня ориентировочно 8.30 утра по киевскому времени. Из Одесского порта начался вывоз украинских продуктов, прежде всего пшеницы, зерновых и так далее. Вышел из порта первый сухогруз. Это балкер Рацони, который ходит по морю под флагом Сьерра-Леоне. Он загружен кукурузой на общий весом 26 тысяч тонн. Ориентировочно завтра он подойдет уже к Босфору. Там он пройдет через пункт контроля. Ну и дальше пойдет через Босфор. И уже финальный порт приписки. Это один из портов Ливана. Надо сказать, что всего готовы к отправке из украинских портов. А это в частности порт Одессы, Черноморска и порт Южный. Уже готовы к отправке 17 сухогрузов-балкеров. И на их борту находятся и пшеница, и кукуруза, и другие культуры. Общим весом около 600 тысяч тонн. Все это пойдет, разумеется, в страны Европы, Азии и Африки. Еще одна важная новость. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разумеется, прежде всего они обсудили дальнейшие поставки оборонительного вооружения вооруженным силам Украины. Ну и также обсудили дальнейшую экономическую помощь Украине. Эммануэль Макрон рассказал о своем африканском туре. Несколько дней назад он вернулся, в течение которого посетил несколько стран Северной Африки. И заверил президента Зеленского в том, что антивоенная коалиция, которая готова выражать, поддерживать далее Украину в ее борьбе против России, увеличилась буквально стран на 10 еще. Это, в основном, разумеется, страны Африки. Далее еще одна экономическая новость. Сегодня на счет Национального банка Украины поступило 500 миллионов евро. Это первая часть общего транша на сумму 1 миллиард евро. Вторая часть 500 миллионов евро ожидается уже завтра. Ну а этот сам по себе миллиард евро – это всего лишь начальная часть большого пакета в 9 миллиардов евро, который выделяет Евросоюз на дальнейшее экономическое развитие Украины и на поддержание экономической ситуации, нормальной экономической ситуации в стране. Ну и новость, военная новость. Сегодня пришло сообщение, что из Германии вооруженной силы Украины поступило уже несколько единиц долгожданных РСЗО «Марс-2», которые входят в так называемую «Long Hang Family», что переводится как «семейство длинной руки». То есть это дальнобойные реактивные системы залпового огня. Они значительно превосходят по своим техническим характеристикам тот же самый легендарный «Хаймарс». Дело в том, что у «Хаймарс» всего 6 направляющих, а у «М-270», то есть у «Марс-2» их уже 12. То есть в единицу времени, а это одна минута, эти системы могут выпускать сразу 12 ракет. Но и ракеты будут поставляться, опять-таки, радиусом действия от 40 километров до 300 километров. Студия. Спасибо, Денис. Денис Дудинский, наш коллега-корреспондент Белсата в Киеве с последними новостями из Украины. Ну а мы движемся дальше. Мы протягиваем тематику войны во Украине. Передовая горизонт, палая от взрывов снорадов и ракет, разборная выбухами домы и машины, выбитые в окна и двери, российские войски наступают на Донбассе. Украинские оборонцы рыхтуются до наступу на Херсон, а так само на Харковскую область. Что теперь отбывается на линии фронта, расповедуют наши коллеги. Это фронт на границе Донецкой и Луганской областей Украины. Тут россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям. Враг работает активно, враг работает днём, враг работает ночью. Бывают такие моменты, что нельзя высунуться из блиндажа, но мы даём адекватный отпор. Это позиция украинской полевой артиллерии. Нынешняя фаза войны тут, на востоке Украины, это в основном война гаубиц и ракет. Поэтому основные тяготы ложатся на артиллеристов. Вскоре они получают координаты очередной цели, снимают маскировку с пушек и начинают стрелять. Пострел! Пострел! После этого орудия маскируют и по блиндажам. До пяти минут есть. У них работает зоопарк, система вычисления, откуда по ним стреляли. И до пяти минут могут быть приходы, ответный огонь. Как правило, не вычисляют, но бывают, что и вычисляют. Было такое, что по вам? Было. Было и неоднократно. Дальше просто ожидание. Российские снаряды или прилетят, или нет. В начале вторжения было сложнее. Их самолётики летали, охотились на нас. Разное было. А теперь всё вошло в обычное русло. Да и просто привыкаешь. Отработал, спрятался в блиндаж. Вскоре по этим и соседним позициям начинают бить российские снаряды и ракеты. Ух ты! Это снова, да, осколочные? Это приходы врага. В этот раз россияне не попали, а значит, можно продолжать бить по их позициям. Пострел! В случае обнаружения масштабных или мобильных целей, украинские военные используют реактивную артиллерию. Тут принцип такой же. Отстрелялся и в безопасное место. Часто ли так бывает, что вам приходится под огнём в ответ собираться? Да, часто. Они нас засекают после выхода, плюс-минус три минуты. И нам, чем быстрее уехать, тем лучше. Скорость для нас – это всё. Скорость – это жизнь. Видно, что украинские военные стараются стрелять очень экономно, расходуя ракеты. Часто корректируют огонь, используют приспособления для большей точности. И хотя российская армия снизила темпы атаки, но всё-таки продолжает наступать сразу на нескольких направлениях. В результате фронт опасно приблизился к нескольким крупным городам. Каждый день российские снаряды и ракеты бьют в том числе и по абсолютно гражданским объектам. Именно взрыв был не в самую школу, а он у нас получился в саду школы. Отсюда очень пошли осколки, естественно, получился ущерб, и очень серьёзный ущерб. Значит, у нас 42 дня пострадали, действительно, которые и две двери в ходу. В таких условиях центральная власть сейчас готовится к обязательной эвакуации жителей Донецкой области. Из зоны боевых действий планируют вывести более 200 тысяч мирных жителей. Всё будет хорошо. Перемога за нами. Еще одна история в нашем эфире. Российские военные убили мужа Оксаны Савюк на глазах их 13-летнего сына, который тоже вскоре умер в больнице от полученных травм. Это произошло в городе Лиман Донецкой области 19 апреля на Пасху. Историю Оксаны и её семьи расскажет наша коллега Алла Перумова. Прилёт ракеты, взрывная волна и смерть самых близких людей. Такой для Оксаны стала Пасха нынешнего года. В Лимане Донецкой области женщина жила вместе с мужем, сыном и матерью. В тот день саму Оксану взрывной волной отбросила в сторону. Муж сразу насмерть, а сын, у меня, получается, ножку задело. И осколок возле сердечка у него был. И меня откинуло. Раненых Оксану и внука бабушка, у которой был осколок в шее, перенесла в погреб. Скорая помощь отказалась приезжать. Сказали, не выезжают, потому что идёт артобстрел. В погребе они три часа ждали спасателей. Оксану повезли в больницу в Краматорске, а сына с бабушкой в Славянск. Они делали операцию. Моего сына хоронили тогда. Моя мама хоронила. И я этого не знала. Мне очень долго не казалось, что у меня сын умер. О страшной новости Оксана узнала на третий день после похорон. Говорит, всё это время чувствовала, что что-то не так. Сердце матери разрывалось. Из Краматорска Оксану перевезли в Днепр, потом во Львов. Состояние женщины было тяжёлым. Під час артобстрела она отримала множение поранения и ушкоджения разных частин тела, а саме грудной клетки, лівої руки, чередной порожнини с важкой внутрішньою кровотечью и ушкоджением печинки, а також в ней была ушкоджена лівая нога. Специалисты провели шесть операций. Впереди женщину ждёт долгая реабилитация, чтобы восстановить функциональность руки. У неё осталось двое сыновей, а родной дом в Лимане разграбили мародёры. Алла Перумова, Белсад. Ещё одна новость из Украины. 9 июня возле Изюма Харьковской области погиб Роман Ратушный. Ему было всего 24 года. И вот петиция, в которой граждане Украины просят президента страны присвоить посмертно Роману Ратушному звание Героя Украины, набрала 25 тысяч подписей. И теперь, собственно, решение за Владимиром Зеленским. Будем тоже наблюдать за этой ситуацией. И Роман Ратушный сын нашего коллеги Тарас Ратушный, который работает в Белсаде. Ну и так самым требуется дать, что Роман Ратушный, это вядомый во Украине, громадские активисты, именно поэтому собрали петицию, как дать ему звание Героя Украины. А мы протягиваем тематику Украинской войны. У першыню с початку полномасштабного уварванья России от берега Одессы отправился корабель с Азбожжем. 26 тысяч тонн украинской кукурузы вышли у мора под стягом Сьер-Алеоне у напрямку порта Трыполи у Ливане. Початок реализации погоднения помещу Украины и России, Турции и ААН прокомментовал генеральный секретарь Организации Беданных Наций Антонио Гутерриш. Гэта повинен быть перш из многих коммерцинных кораблёв, які пронесуть полёгкую и стабильность на сусветные харчовые рынки. Судно с названием «Разони» будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили партнёры, гаранты ООН и Турция. Первой остановкой станет Стамбул. Судно с зерном будут сопровождаться 16 кораблями конвоя. За безопасностью дороги будут следить также при помощи беспилотников и спутников. Украина является четвёртым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность вывоза через порты – это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнёрами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокировка портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году. В связи с многочисленными обстрелами Одессы и всей Украины планирование поездки и подготовка заняли около трёх месяцев. Основной вопрос – безопасность команды и груза. Если честно, мне страшно от того, что там морские мины. Нам нужно около двух-трёх часов, чтобы выйти из региональных вод и добраться до Украины. Мы надеемся, что ничего не произойдёт и мы не совершим никакой ошибки. Это единственное, чего я боюсь в этом путешествии. А к остальному мы, моряки, привыкли. Судно будет подвергаться проверкам в течение всего пути. Во время остановок команда обязана всегда включать сигнал при движении и предоставлять всю информацию об остановках, команде и грузе на борту. По словам экипажа, подобная поездка должна занять около недели, учитывая проверки. Это было прекрасное чувство. Я почувствовал, будто мы стали свободными после долгого задержания. Это непередаваемое чувство – возвращаться на родину после блокады и опасностей, с которыми мы столкнулись из-за обстрелов. Как вы слышали, несколько дней назад был ракетный обстрел порта. 23 июля сделка по зерну была подписана в Стамбуле между Турцией, Украиной, Россией и ООН. На следующий день российские войска обстреляли Одесский порт. Собрать и отправить груз таки удалось и послам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Уже со следующей недели Украина планирует выйти на полную мощность переправки сельскохозяйственной продукции. Александр Адамчук, Белсад. То, что первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы, прокомментировали также в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал отгрузку первого судна с зерном позитивной новостью и заявил, что это хорошие возможности протестировать сразу эффективность работы тех механизмов, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Ну и вось варто зазначить, что судно пойдет у порт Трыполя, але гэта не столица Ливии, гэта порт у пауночным Ливане, городов с такой назвой некальки на планете. А вось теперь уже до нас подключился Павел Мартыш, эксперт центра доследования харчаванья и землекаристанья, Киевской школы экономики зим, мы паразмавляем про тое, як гэта зерневая сделка, зерневая угода, пауплывая на харчавую бяспеку на ситуацию ва Украине и на усёй планете. Павел, добрый вечер. Да, добрый вечер. После того, как сегодня судно с украинским зерном покинуло порт Одессы, можно ли выдохнуть и сказать, что соглашение, заключенное в Стамбуле между четырьмя сторонами, начали работать? Или это хорошая новость, но всё-таки выдыхать здесь пока ещё рано? Ну, однозначно, выдыхать ещё рано, потому что мы знаем, что не так давно, когда был подписан десант договор, то на следующий день был ракетный прилёт по Одессе. И к тому же ещё будет встреча Эрдогана и Путина 5 августа, и там будет обсуждаться опять-таки зерновой вопрос. То есть очень непонятное настроение на рынке. С одной стороны, рынок оптимистичен, потому что начался экспорт украинского зерна, но, тем не менее, они по-прежнему не доверяют россиянам. И, в принципе, ожидается, что могут быть какие-то провокации. На самом-то деле, сегодня уже можно наблюдать увеличение активности российской авиации как раз в той части акватории Чёрного моря, где будут проходить вот эти зерновые коридоры. То есть не всё так однозначно. И к тому же Россия говорит про начало наступления 5 августа, как раз во время, когда Путин будет встречаться с Эрдоганом. Поэтому очень непонятный такой новостной фон, касательно зерновой сделки. Можно ли уже сейчас предположить, каким образом встреча Эрдогана с Владимиром Путиным 5 августа сможет изменить ситуацию здесь по зерновой сделке? Вообще ли это сорвёт экспорт зерна из Украины или как-то ещё повлияет на ситуацию? На самом-то деле стали более-менее ясны мотивы, почему происходит эта сделка. Потому что до недавнего времени не было понятно, зачем Россия на это подписалась. Потому что послабления по санкциям, которые Россия получала, они просто мизерны по сравнению с теми преимуществами, которые получила бы Украина от открытия зернового экспорта. Более активное включение Турции в диалог, оно в принципе пролило свет на эту ситуацию. И соответственно будет, скорее всего, обсуждаться вопрос Сирии. То есть Россия хочет, чтобы Турция была менее активной на территории Сирии. И соответственно тогда Россия может оставить ограниченный контингент своих войск в Сирии. И не будет туда присылать дополнительно солдат для усиления группировки в Сирии. Соответственно у России будет больше сил на украинском фронте. И скорее всего будет обсуждаться сирийский вопрос. Это выгодно России. Турции же выгодно получить наше зерно и с 25% скидкой. То есть они получат наше зерно дешевле. И соответственно это выгодно и России, и Турции. То есть в принципе здесь уже видно, что обоим сторонам выгодно это. Таким образом, Павел, видно, что Россия не заинтересована на самом деле в том, чтобы зерно из Украины поступало на мировые рынки. Но есть ли гарантии того, что Россия не будет уничтожать порты и элеваторы? Вот как был недавно удар по Николаеву. Есть ли, имеет ли международное сообщество инструменты, чтобы воспрепятствовать таким действиям? И да, и нет. Дело в том, что доверять России невозможно. В принципе, опыт последних лет, даже коммуникации с Россией показывает, что договоренности не соблюдаются. Причем самые разнообразные договоренности. И конечно, в принципе, не только мы в Украине, но и в целом мир даже ожидает каких-то возможных провокаций. То есть цены не особо сильно снижаются, мировые цены. Это и внимание участников мирового рынка, оно приковано как раз-таки к действиям России в регионе. Поэтому, в принципе, скажем так, что общие такие настроения, они пока что немного пессимистические. То есть все ожидают какой-то реакции от России. При этом сегодня украинская сторона, глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что хотелось бы открыть также порт в Николаеве, что, конечно, связано с теми трудностями, которые влекут за собой боевые действия, обстрелы Николаева, которые не прекращаются практически ни на день. Как вы оцениваете шансы на то, что порт в Николаеве начнет работать и повлияет ли каким-то образом на возможное его открытие гибель зернового короля Николаевской области Алексея Водотурского в результате обстрела этого города? Ну, насчет убийства, ну, очень сложно сказать на самом-то деле. И я бы не взялся даже это комментировать. Что касается Николаевского порта, действительно, это очень важный порт, потому что по объемам перевалки он достаточно крупный, хотя он мелководный порт, то есть туда заходят небольшие суда с небольшой тонажностью, но, тем не менее, очень большой оборот зерна там. И насколько реально, чтобы его не обстреливали, наверное, нет, потому что, как мы видим, Россия хочет усилиться на юге. То есть в Одесской области, в Херсонской области перебрасываются на правый берег все больше войск, и, соответственно, они теоретически могут пододвинуться ближе к Николаеву. Пока что, наверное, не будут рисковать с Николаевским портом. Ну и, скажем так, что для начала трех портов в Одесской области, это Одесса, Черноморский и Южный, их более чем достаточно, чтобы протестировать зерновые коридоры. Потом уже по ходу, ну вот, в следующие месяцы мы надеемся, что мы сможем, ну, наши войска контр-отокуют и оттеснят россиян подальше от Николаева, и, возможно, порт сможет заработать. Но, еще раз, на самом-то деле, пока что для тестирования этих зерновых коридоров трех глубоководных портов возле Одессы более чем достаточно. Павел, если можно коротко, до полномасштабной войны Украина экспортировала на мировые рынки 45 миллионов тонн зерна ежегодно. Сколько сейчас зерна через эти три порта во время войны широкомасштабной может экспортировать Украина? Насколько сократится украинский экспорт на мировые рынки? Нет, там экспорт был немного больше, он там от 60 до 80, в зависимости от урожая. 45 – это цифра, которую могут перевалить эти порты. Три порта как раз суммарно могут 45, ну да, примерно 45 миллионов тонн перевалить в год. И, соответственно, еще мы берем западные границы Украины, это примерно 2 миллиона тонн в месяц. Ну, скажем так, что мы ожидаем снижения урожая в этом сезоне, и, соответственно, в принципе, этих трех портов будет более-менее достаточно, если они будут полноценно работать, чтобы вывести нереализованные объемы старого урожая и часть нового урожая, который мы можем экспортировать. То есть, в принципе, проблем не будет. Что касается по объемам экспорта, то это примерно 20 миллионов тонн старого урожая и примерно 40 миллионов тонн нового урожая. То есть, тоже это не так-то много по сравнению с двумя предыдущими сезонами. И каким образом сокращение на треть украинского экспорта зерна на мировые рынки, каким образом она отразится на ценах на продовольственную безопасность ситуации с голодом в мире? В мире действительно отобразится, и причем отобразится в лучшую сторону. То есть, мы должны понимать, что российские эксперты, в том числе российские экономисты, у них есть несколько таких очень неоднозначных нарративов по поводу того, что украинское зерно ничего не решает, а это просто мизер в мировом объеме. На самом деле, это не так. То есть, ряд стран очень зависят от украинского зерна, в том числе это Турция, Египет, другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. И здесь идет речь скорее не про объемы, а про цену. То есть, мы видим сейчас сумасшедшую инфляцию в этих странах на фоне, в принципе, перспектив рецессии, то есть на фоне надвигающегося экономического кризиса. И, соответственно, вот как раз экспорт украинского зерна, он будет очень важен, чтобы не допустить всплеска цен на зерно в арабских странах и не допустить возможного повтора, например, арабской весны, которая, в свою очередь, была тоже спровоцирована высокими ценами на продовольствие. И еще один маленький нюанс, вот даже для Европы это важно, потому что Европа больше нуждается в кормовом зерне, чтобы развивать животноводство, особенно вот Италия, Испания. И, соответственно, чтобы сдерживать цены на, в принципе, широкий такой ряд продуктов питания, в Европе тоже нужно получать кормовое зерно из Украины. Поэтому, действительно, это очень важно, чтобы украинский экспорт шел через порты. Спасибо, Павел. Павел Мартышев, эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, был гостем нашего эфира. Будем наблюдать за тем, как судно «Розони», которое сегодня вышло из Одессы, из Одесского порта, достигнет своей цели. Следует это судно в Ливан. Ну и движемся дальше. Теперь к другим новостям. Семьи защитников Мариупольского завода «Азовсталь» рассказали нам, что им известно об их родных, которые оказались в плену. В конце июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Домой вернулись 144 защитника «Азовстали». Простите, 144 защитника Украины, но среди них 95 защитников «Азовстали», 43 военнослужащие полка «Азов». Однако большая часть бойцов остается в плену. По данным Минобороны Российской Федерации, в плену находятся почти 2500 украинских военных. Он говорит, мама, не переживай, все будет хорошо. То есть они с такой верой пошли, что действительно, их будут, они просто там побудут, их обменяют. И видите, что в итоге, в итоге. А теперь я не знаю, где он, что с ним. Это, знаете, неизвестность – это хуже всего. Ну, передавали где-то, что Сережа жив, Сережа здоров, где-то они вместе в казарме. Вот такое вот. А так, чтобы чисто один на один, нет, не было такого. Сейчас неизвестность. А неизвестность хуже всего, вы сами знаете, да? Ни среди живых, ни среди мертвых, ни среди раненых. Где? Вопрос остается открытым. Где? И где этот Красный Крест, который обещал, что мы вас защитим, мы будем два раза в неделю, то есть раз в две недели приезжать, смотреть, как вы себя чувствуете, что вы кушаете. И на этом все заглохло. Пока тишина, пока ничего, не знаю. Но ждем-ждем звонка какого. Только не знаю, какого звонка. Вы же слышали сами, что в Алене все Красный Крест не допустили. Зато Лавров, фотографии есть Лавров с Красным Крестом, с начальником за ручку здороваются, друг к другу улыбаются, кланяются. Это что? Продажное, понимаете? Все продажное. Но также и спельноты. Я понимаю, что все делают там это самое, митинги, что народ кричит, а верхушка где? Как-то же договаривайтесь. Мы просим экстракцию срочу нашим героям, потому что это только начало. Вы же видите, как посол слышали, как посол сказал Британии русский, что мы их всех уничтожим. Так как это так? А вы зачем? Вы же поручились. Вы же поручились за них. Это ужас какой, это очень страшно. Не дай бог хоронить своих детей. Я стояла на коленях, говорю, господи, если ты хочешь его забрать, забери меня. У него вся жизнь впереди еще. Мы очень ждем, очень ждем наших ребят, очень ждем всех. Только что была полная экстракция, полная. Чтобы их перевели сюда, пускай даже в тюрьму посадят. Поверите, я согласна. В нашу украинскую, чтобы над ними не измывались. Мы сначала не верили. Мы подумали, что это опять какая-то информационная война. Можно так сказать. Мы не хотели в это верить. Но когда мы уже получили подтверждение с украинской стороны, чувствовали себя опустошенными. Не знали, что и думать. Красный крест. Я так и не смогла им дозвониться. Другим, кто смог дозвониться. Говорят, нас нет на месте, мы пытаемся получить доступ. Они пытаются получить доступ с первых дней, как ребята оказались в плену. Никакого результата мы не видим. Они выступали гарантами безопасности. Зачем Красный крест и зачем эти гарантии, если от них нет никакой информации и помощи? Я не понимаю. Про парня ничего не известно. Мы видели эти списки. Но верить мы им не можем, потому что, насколько я понимаю, их вообще могут перевести. 17 мая он написал мне только привет и больше ничего. 18-го их уже эвакуировали. Я не знаю, что там были за приказы. К нашему эфиру присоединяется Лилия, девушка-защитника Украины, член Ассоциации семей защитников Азов-Сталия. Молодой человек Лилия сейчас находится в российском плену. Лилия, добрый вечер. Добрый вечер. Когда у вас последний раз была возможность поговорить с вашим молодым человеком? И что вы сейчас знаете о том, что с ним происходит в данный момент? Общались мы 8-го мая. Это была переписка по телефону. Я его слышала только 24-го числа, когда началась полномасштабная война в Украине. По поводу сейчас его местонахождения у меня нет никаких данных, никакой информации, к сожалению. Скажите, а допускали ли к военнопленным представителей Красного Креста, которые должны были следить за их состоянием? Ведь сама сдача в плен проходила под гарантией международных организаций. Известно ли вам о том, посещают ли их члены Красного Креста? Вопрос с Красным Крестом на самом деле у нас одна из таких, знаете, самых острых проблем. Он постоянно на слуху, так как, насколько мы знаем, Красного Креста там нет и не было. Очень тяжело идёт коммуникация с Красным Крестом. Зачастую они нам не отвечают, просто, я не знаю, может быть, избегают контакта с нами. Вот, они говорят о том, что никаких обязательств они на себя не брали, и ничего, в принципе, они нам не должны. Всё это наши проблемы, никакой информации нам не дают. Вот, поэтому я могу сказать, что сейчас очень большое негодование среди родственников военнопленных относительно Красного Креста очень негативно все настроены. А речь идёт о международном Красном Кресте, украинском Красном Кресте или российском, потому что это могут быть разные организации. Под чьи гарантии сдавались в плен защитники Азов-Стали? Это всё-таки, конечно же, международный Красный Крест, то есть, который находится в Женеве, а не российский, не украинский. Вот, тем не менее, мы пытаемся скоммуницировать и с теми, и с другими, и с третьими, но, опять-таки, очень тяжело, и особо информации они нам давать не хотят, либо, я не знаю, в общем, в чём причина, но, опять-таки, повторюсь, то, что настроение очень негативное относительно Красного Креста, и люди уже очень взбунтовались, потому что многие, точно так же, как и я, не знают никакой информации своих близких, где они находятся, в каких условиях, хотя, знаете, должен отвечать Красный Крест, потому что они должны там присутствовать, так как они выходили под гарантию, насколько мы знаем. Мы не знаем, я не знаю, многие такие, как я, мы не знаем ни психоэмоционального состояния, ни физического, ни морального состояния наших близких, которые там находятся. Родственники защитников Азов-Стали уже предпринимали много разных действий, ярких действий. Была аудиенция у Папы Римского, были митинги, очередные митинги украинской диаспоры прошли на этих выходных в разных городах Европы. Постоянно кажется, что привлекается внимание к судьбам защитников Азов-Стали, особенно после трагедии, конечно, которая произошла в Еленовке, но всё-таки появляется вопрос, вот в этом отсутствии какой-либо реакции каких-то конкретных действий со стороны международных организаций, которые стали гарантами безопасности ваших близких. Что вы дальше собираетесь делать? Какие действия собираетесь предпринимать, чтобы добиться хотя бы какой-то информации, если не перевода военнопленных в Украину? Да, в первую очередь то, что мы должны делать, то, что должен делать каждый, это максимально заполнять информпространство вот этими вот новостями, особенно об этом страшном теракте в Еленовке. На самом деле очень страшные события, которые мы все до сих пор не можем пережить. Максимально привлекать к этому внимание, так как мы знаем то, что сейчас во всём мире происходят, такие события, которые переключают на себя большинство внимания. Но мы должны постоянно держать эту тему на слуху. И весь мир должен признать, что Россия — это страна террорист. Россия — это страна, с которой не стоит вообще вести какие-либо дела. Я не знаю, международные отношения должны быть просто исключены полностью. Потому что такой цинизм я нигде никогда не видела такого цинизма. Известны ли хоть какие-то имена погибших в Еленовке? И вот ещё хотел бы задать вопрос, если можно коротко. Что вам известно о переговорах по обмену пленными? Ведутся ли они вообще? Конечно, такую информацию нам никто не даёт. Неважно, я выступаю как обычный родственник, как обычное физическое лицо, либо наша организация. Эта информация всё-таки засекречена. То, что мы знаем, это то, что да, переговоры идут. На какой они стадии, я не знаю, нам неизвестно. Мы все уповаем просто на скорейший обмен на положительные результаты. Трагедия, теракт Еленовки. Известны ли хоть какие-то имена погибших? Кто был погиб? Кого мы видим на этих ужасных кадрах? Совпадают ли эти списки, известные вам со списками, которые публиковало Российское министерство обороны? Дело в том, что на данный момент всё то, что у нас есть, это как раз-таки вот эти российские списки. А доверять им, доверять России, извините себя, не уважаясь, поэтому мы ждём, когда нам заявит уже об этом украинская сторона официально. Тогда есть смысл верить этим спискам. Пока что я ничего не могу ответить. Вот то, что сейчас мы видим, то, что опубликовало Министерство обороны РФ, это всё, вся информация, которая у нас имеется. Сил вам в борьбе за своих близких и, скорее всего, справедливости. С нами на связи была Лилия, девушка одного из защитников Украины, Азов Стали, член Ассоциации семей защитников Азов Стали. Её молодой человек сейчас находится по-прежнему в российском плену. Ну, как мы уже казали, по усим свете проходят акции, на каких украинцы закликают адраговать на трагедию. Оленовцы, где российские войсковцы обстреляли колонию, у которой утримливали украинских полонных. Акция солидарности пройшла и у грузинским Батуми. Там удельники закликали признать Россию державой спонсором терроризму. Подобные акции пройшли у Немеччине, Польши, Турции, Канаде, Швейцарии, в других краинах. Как проходила акция у Грузии, глядите в нашем наступном материале. Слава за Ту! Слава! 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 Очень хотим домой, говорим, аль обратно, украинские. Хотим, чтобы дети жили в мире. Мы это все знаем не на слышке. Мы из города Харькова, который с первого дня и сегодня, и вчера, и каждый день 24 февраля бомбят. И погибают мирные люди. Ну, процентов 40-50 в Харькове уже нет. Музыка. Надо просто постоянно напоминать миру, что война не закончилась. То, что люди возвращаются к жизни, продолжают работать, это все не означает, что война закончилась. Ну, теперь перенесемся на Балкан. Эта тема, кажется, вчера вечером взволновала всех. Очередное напряжение в конфликте власти Косова до 1 сентября отложили запрет на въезд в страну с сербскими номерами и документами, спровоцировавший как раз вот это крайнее обострение обстановки на границе с Сербией. О внутренней ситуации на Балканах, третьих силах и возможной эскалации конфликта рассказала в эфире телеканала Белсат Мария Гелетий, эксперт-балканист и кандидат политических наук. Давайте послушаем фрагмент этого разговора. Это очень хороший подход для того, чтобы сделать еще одну горячую точку и разъединить усилия Европейского Союза и США по урегулированию также войны в Украине, потому что это будет сложно помогать и Украине, например, Косово или даже целым Балканам. Мы знаем, что Россия очень много приложивает усилий для того, чтобы расшатать ситуацию не только в Украине, но и в другие странах, и мы знаем, что Балканы всегда были этой горячей точкой. Некоторые страны, которые прошли войну, как, например, Босния и Косово, они все еще vulnerable, как говорят в английском языке, они все еще могут иметь конфликт на своей территории, потому что ситуация не была до конца урегулирована. Мы знаем очень сложную ситуацию, которая есть в Косово, потому что там проживает большая сербская группа, которая сейчас все еще не признает правительство Косово. Она очень агрессивно настроена против правительства, она фактически живет за принципами Сербии и также использует все документы, которые существуют в Сербии. Правительство Косово пошло на некоторые уступки, сейчас они долгое время использовали свои документы, то есть это не свои документы, хотя называется, что нейтральные, но в принципе это были документы в Сербии. Сейчас это было уже как бы требование Европейского Союза, потому что обе страны идут в Европейский Союз, они хотят присоединиться и быть членами Европейского Союза. И правительство как бы фактически ожидая долгое время решило все-таки вернуться к этому вопросу и фактически воплотить требования, которые были в имеют ввиду, что начать использовать документы Косова. Конечно, сербы, во-первых, они эмоционально протестуют про такое решение, потому что они все еще связывают с Сербией. Но есть другой вопрос, что Россия очень сделает все возможное, чтобы этот конфликт снова был зажжен. И вот это решение, которое было принято фактически ночью для того, чтобы отложить имплементацию этого требования, фактически свидетельствует о том, что ни Косова, ни страны Запада не хотят нового конфликта в регионе и ищут пути для того, чтобы договориться. Сербия зависит от России с тех времен, когда Россия поддержала Сербию во время войн, которые велись в пост-югославские войны. Но сейчас такая концепция была. Сербия хотела защитить всех сербов, которые проживали в Югославии в пост-югославии. Но сейчас это сложно, потому что защищать осталось только людей, которые проживают в Боснии и в Косово. В Хорватии очень мало сербов и там очень малое влияние. Невозможно защитить сербов в Хорватии уже. То есть остается два слабых места, которые мы видим, это Босния и Косово. Но мне кажется, что в Сербии у них, знаете, как было во время Советского Союза, они выбрали хорошую позицию, они были друзьями Запада и друзьями Советского Союза. У них это продолжается и эти силы, которые прозападные, которые существуют в Сербии, они ищут других ресурсов для получения энергоносителей, потому что, конечно, зависимость всего мира от России очень страшная и очень серьезная. И Сербия делает то, что делает весь мир и вся Европа ищет другие ресурсы в других странах. И, конечно, сейчас они не могут очень выступать открыто против России. Но когда они диверсификуют свои ресурсы, они смогут это сделать. И после новинок с Балкану переходим до гляда информационных поведомлений зусягу святу. Россия будет поставлять газ в Европу в минимальном количестве. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. Так будет, пока Евросоюз не снимет санкции и пока продолжается война. Ранее Газпром сообщал о технических проблемах, которые якобы мешают поставлять газ в полном объеме. Однако прокачивать топливо через Северный поток один на полную мощность все-таки возможно, хоть и с определенными рисками. Если война продлится до зимы, Европа может остаться без топлива, пишет Bloomberg. За месяц день визового режима с Украиной только 80 россиянцев подали заявки на их отримание. Но неводному зи решение не узгоднили. Мяжи с Украиной так никто не минул. Про этого эфира национального телемарафон уповедомил спикер Державной Помежной Службы Украины Андрей Демченко. Визовый режим за Россией Украина увела первого липня. Ну а США хотят обсудить с Россией новую систему контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Но для этого потребуется добросовестный партнер, заявил президент страны Джо Байден накануне очередной конференции по рассмотрению договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, Джо Байден настаивает на том, чтобы в переговорах принял участие Китай, который также является ядерным государством. Президент США хочет провести переговоры как можно скорее, так как срок действующего договора истегает уже в 2026 году. Батька подлетку, якому былый керауник Губазик Андрей Паршин прострелил ногу, перепросил силовика. Про гэта батька с женкой распавяли газете Минская Правда. На их меркование экс Губазиковец зарабил усе слушно, бо, цитата, дети на самарэдж неадекватные. Батьки подлетка отзначали, их сын ушпитали не ляжа, не быта гэта хлусня, якой оппозиционные меды написали деля сенсации. Конфликт про який детц отбылся больше за месяц тому, Паршин хотел разогнать компанию подлетка, которые собрались калягу на подъезду. Увы, никой он прострелил нагу 16-годовому Яугену. Николай Автухович, который голодает уже 22 дня, в третий раз не привели на судебное заседание. В каком он состоянии, неизвестно. Адвоката Автуховичу также не пускают. Последний раз Автуховича видели в суде 26 июля. Он был сильно ослаблен, у него болел живот, активист судимых, только лежать. Об этом рассказывала после его дочь. Бизнесмен из Волковыска, активист Николай Автухович объявил сухую голодовку 11 июля. Так он протестует против того, что его лишили права на переписку. Письма Автуховичу не доходят даже от его 83-летней матери. Еще одна новость из России. Я, пожалуй, начну здесь с цитаты. Для укронацистов не существует морали, они не рассуждают такими категориями, являются настоящими безбожниками, они не боятся за свои злодеяния кары божьей. Многие из укронацистов открытые сатанисты и последователи человека ненавистнических культов. Может показаться, что это какой-то бред, но это цитата из методички, разработанной администрацией президента Российской Федерации в начале июля для государственных СМИ, системных политиков и провластных блогеров. Об этой инициативе написало сегодня издание «Медуза». В этой методичке вторжение в Украину объясняется действиями коллективного Запада, а не России. Якобы Запад уже почти тысячу лет нападает на Россию, чтобы разделить ее и завладеть ресурсами страны, а также, прежде всего, уничтожить православную веру. Ну а теперь Запад еще и продает Украине вооружение. В документе также утверждается, что спецоперацию, так называемую, которую Кремль ведет в Украине, нужно сравнивать в материалах СМИ с Невской битвой и с крещением Руси, якобы, именно такого уровня это событие. Но одной из целей спецоперации в документе как раз провозглашается борьба с безбожниками, которых в тексте характеризуют как насильников, разбойников и убийц, которые ни во что не верили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также издание Регнум, Федерал пресс и газеты РУ, которые уже используют эти формулировки в своих текстах, отказались прокомментировать наличие такой методички изданию Медуза. Но мы переходим теперь к другим новостям. Правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении России. Санкции ввели против отдельных отраслей вооруженных сил, а также оборонных предприятий, которые ответственны за поставку оружия и снаряжение вооруженным силам. Санкции также охватили страховую компанию СОГАС, РЖД и оборонные предприятия, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для российских вооруженных сил. О влиянии санкций на экономику России и о том, готов ли Владимир Путин воевать до последнего танка, рассказал в комментарии нашему телеканалу российский экономист Андрей Мовчан. Этот комментарий вашему вниманию. Какие бы ни были санкции, за пять месяцев в экономике может измениться не очень много, даже и в маленькой стране, не то, что в такой огромной стране, как Россия. Если говорить про то, что уже произошло, то в основном в результате санкций российские МВП падают, и темпы его падения примерно 5% в год к году. Здесь надо понимать, что 5% в год к году это не одна двенадцатая, а в месяц, а это те же 5% и в месяц, потому что это вопрос просто уровня. Это не накапливается. То есть, Россия производит уже на 5% меньше, чем она производила до войны. Примерно на 7% мы видим падение доходов населения. Была попытка такого, так сказать, чуть-чуть прироста на 0,2% доходов населения за счет разовых выплат, но дальше, конечно, это движение пойдет дальше, и к концу года мы, скорее всего, увидим где-то минус 10% среднего дохода населения в стране. Достаточно много изменений в сфере производства. По самой разной номенклатуре падение производства где-то от почти 100% до 15% где-то. Такие крупные блоки, как, скажем, черные металлы, там падение 17-18%. По машиностроению падение намного больше, по автомобилям падение порядка 80%, например. Еще очень сложно говорить, что происходит с какими-то долгосрочными, скажем, строительными проектами или производством долгосрочно строящегося оборудования, потому что мы просто не видим пока еще эффекта, но мы это все увидим и услышим. Мы видим, что импорт в какой-то момент падал на 70% аж, но это был момент такой. Сейчас это где-то 45-50% падение, это говорит и о падении доходов, и о падении инвестиций, и о резко негативных ожиданиях жителей России. На этом фоне Россия продолжает продавать нефть и газ. Газ меньше, как мы знаем, по собственной инициативе. Нефть несколько меньше из-за санкций, но по цене выше, чем было полгода или год назад. И благодаря тому, что Россия, вообще говоря, нефтегазовая страна, это основной источник дохода и основной источник выполнения бюджета, Россия чувствует себя прилично и с точки зрения бюджета, и с точки зрения счета текущих операций. И это позволяет российским чиновникам делать заявление, что санкции не срабатывают. В реальности санкции, конечно, срабатывают, и срабатывают они в первую очередь в долгую, они срабатывают на ослабление потенциала. И через, скажем, пять месяцев, шесть месяцев, к концу года, через год, полтора, мы будем видеть все новые и новые новости относительно того, как этот ослабший потенциал перестает справляться с своими задачами. В первую очередь мы видим это уже сейчас, скажем, в оборонной промышленности. Основной производитель танков «Уралвагонзавод» стоит, там производства фактически нет. Мы пока ничего не можем сказать, скажем, про авиапромышленность, потому что самолеты создаются месяцами, у нас нет новых отчетов, но в конце года, я думаю, мы увидим ту же ситуацию. Авиапромышленность будет стоять, восстановительное производство по вооруженным силам будет практически стоять. Мы начнем видеть где-то через несколько месяцев первые видимые проблемы в логистике. Пока что сокращение логистики где-то 10% сокращения перевозок, но это связано с сокращением импорта, можно сказать, с сезонностью и так далее. Это сокращение будет развиваться и продолжаться. В 2023 году проблемы с логистикой будут уже чувствоваться вполне ощутимо на всех фронтах. Что будет дальше, я даже не хочу сейчас загадывать. Но основной удар, конечно, санкции наносят по далекой перспективе. Получение дополнительных технологий, получение новых технологий резко ограничено. Возможность восстановить высокотехнологичное производство практически отсутствует сейчас. Китай, который остается поставщиком России, заинтересован в поставке готового товара, а не технологий. Поэтому долгосрочным последствием того, что сейчас происходит с Россией, будет то, что сейчас называют на Западе «Chainistution». Это как бы «Substitution by Chinese будет» замена на китайские товары. И название это придумано не для России. Название это придумано для стран Африки, где во многих странах происходит подобный процесс вымывания собственного производства, вымывания собственного ВВП и замена его на простое приобретение китайских товаров с последовательным объединением населения и упрощением экономики. Вот то, куда смотрят санкции, то, куда, по идее, смотрит экономика России, и то, чего мы сейчас с вами увидеть не можем, потому что все это будет происходить в следующие годы. Основная цель Запада с точки зрения санкций это расслабить путинский российский режим настолько, чтобы он впредь не мог быть опасным для сопредельных стран. В первую очередь имеется в виду, конечно, страны НАТО, поскольку НАТО это оборонный блок этих самых развитых западных стран. Речь не идет об ослаблении его так быстро, чтобы он прекратил войну в Украине сейчас. Речь идет о том, что за войной в Украине не последует новая война, и в первую очередь война против стран-членов НАТО, союзников стран-НАТО. Никакие санкции, никакие методы на сегодняшний день экономического воздействия не могут в моменте, в ближайшие месяцы ликвидировать старое российское вооружение и не дать возможность России продолжить эту войну. И поскольку власть Путина и его окружение в России зависит от их успешности, зависит от того, в состоянии ли они демонстрировать населению, что они достигают результата своими действиями, вне зависимости от того, согласно населению на эти действия или нет. Здесь надо понимать, что это вопрос демонстрации силы, и если Кремль силен, и он может побеждать, то люди будут его принимать, если Кремль покажет, что он слаб, то все те, кто им недоволен, попробуют сменить власть в Кремле. Поэтому Путин будет идти до конца, он будет сражаться до последнего танка, до последнего снаряда за те условия, в эфире Белсата объектив новости сегодняшнего дня по белорусски и без цензуры. Сегодня объектив для вас проведет Александр Папко. Не переключайтесь и сочите за протягом нашей вечерней информации на выпуск. Не забывайте ставить лайки под прямым эфиром в Ютьюбе. Чем больше лайков, тем больше зрителей у Белсата, тем больше людей видят правду о происходящем в Украине и в мире. И, конечно, подписывайтесь на наши Телеграм-каналы, где коллеги из новостных редакций Белсата и проекта вот так практически круглосуточно следят за новостями. Ну а в нашем эфире еще один сюжет перед объективом и сюжет из России. Там партия Яблоко провела первый федеральный день писем политзаключенным. Любой желающий мог прийти в региональные партийные офисы и отправить открытку или письмо людям, которые находятся в неволе за свои политические убеждения. В Казани, например, большинство людей решило написать научному сотруднику местного университета Андрею Бояршинову. В свободное от работы время он администрировал телеграм-канал «Протестная Казань». За это его обвинили в оправдании терроризма. Ученый находится в СИЗО уже более четырех месяцев. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Эта история уже в нашем эфире. Не переключайтесь. В ОВИС регионального отделения партии Яблоко в Республике Татарстан люди начали приходить с самого утра. Антон Цаффин сторонник движения Левый фронт и во многом не согласен с позицией Яблоко. Но когда речь идет о поддержке людей пострадавших от режима Владимира Путина все политические разногласия уходят на второй план. Мы сейчас столкнулись с агрессивной яростной атакой государственной системы репрессивной в отношении членов партии Яблоко и Левого фронта Коммунистической партии. Мы сейчас страдаем за свою позицию. Мы должны объединиться чтобы противостоять всем проявлениям людоедской машины репрессивной. Именно Казань стала инициатором проведения акций на федеральном уровне. Здесь практикуют подобное уже несколько месяцев. Люди отправляют весточки с воле научному сотруднику местного университета Андрею Бояршинову, который с марта находится в СИЗО. Он был администратором оппозиционного телеграм-канала. На этом основании его обвинили в поддержке терроризма. Экспертиза не проведена по его сообщениям. И все следствие обвиняет только в том, что он написал сообщения, которые могут оправдывать терроризмом либо к нему призывать. И это все. Списки политзаключенных и адреса, куда писать, можно изучить прямо здесь. Активисты говорят, что многие люди приходят не с целью отправить письмо конкретному человеку, а с желанием просто помочь попавшим под каток государственных репрессий. У нас люди, которым писали, они просили писать какие-то события, которые происходят, потому что газеты туда не приходят, интернета там, соответственно, и телефонов тоже нет. Поэтому они хотели бы знать. Это первое. Второе. Они, как бы, я думаю, поднимают настроение, потому что они видят, что их помнят, что их не забыли. По сути дела, написание этих писем превратилось в своеобразный протест против режима Путина. В России любые другие акции несогласия с действиями государства запрещены. И даже за посты в соцсетях можно попасть в колонию на долгие годы. Но все равно надо что-то делать. Надо хотя бы вот самый безопасный вид активизма сейчас это писать политическим заключенным, поддерживать их. Но и для того, чтобы отправить весточку репрессированным заинакомыслие нужно омладать определенным гражданским мужеством. Несколько десятков писем отправятся отсюда в разные СИЗО и колонии России. Писали такие послания и в других крупных городах. Акцию письмо политзаключенному партия «Яблоко» решила сделать ежемесячной и надеется, что ее поддержат и другие оппозиционные движения. Полина Евставьева, Марк Подберезин, Белсад, Казань. Знаному белорусскому банкиру Сергею Костюченку дали три с половы угады колонии, поведомляя выданне «Наша Нива». Официйная причина покарання – это ухиление от сплаты податков. Однако, как поведомляет «Наша Нива», незадолго передарыш там банкир адмовил фаворит у Лукашенки хоккейному тренеру Дмитрию Баскову у просьбе финансовать клуб «Динамо». На российский рынок с украинской и заходной окерункой удастся переориентовать товары на 4-5 миллиардов долларов. Такий прогноз дал новопризначный амбассадр Беларуси у России Дмитрий Круты. Сгодно с созвездками европейской связи экспорт Беларуси на поудине заход скоротится на 11 миллиардов долларов. У эфира «Объекты» с вами Александр Папко и мы пачынаем наше информацийное выдання. Александр Лукашенка призначил нового министра лесной господарки. Им стався Александр Кулик. Новый керавник ведомства уже заявил про амбитные планы. Знайсти, куды продать беларускую драунину, что трапила под заходние санкции. Чаму гэта так важно для адзейных уладов, як чиновники распораджаються природными багатцями Беларуси, мы расповядзем у нашим репортаже. Мы хорошо знаем, что такое лес, но тем не менее контролировать ситуацию, управлять ею нужно. Контролявать и керовать лесную господарку теперь мае Александр Кулик. И он уже был наместником министра, трапил под кадровые очистки, вернулся к Обрынске лесгаз, а теперь и знов на керовной посаде. У интервью державным медиам новопризначенный министр обозначил, чем плануя заняться найперш, шукать, куды продать дравнину, что трапила под заходние санкции. У нас экспортовалася с большага продукция с низкой даданной вартостю. Гэта сырые, пиломатериалы и часткова сухие. Таму белорусские лесы высекалися шалеными темпами. На початку 2000-х годов планы высекались 10,3,5 миллиона кубометров дравнины в год. Программа «Белорусский лес» на 2021-2025 годы продовольствовала уже 25,5 миллионов кубичных метров дравнины. Выходец, что за последние 20 годов объемы высекания повеличились больше, как у 7 разов. Сосновые плантации на месте знищенных натуральных лесов не дают такой биологичной разностайности, меркуя Инесса Болотина. Але, на думку активистки, пытание экологии для уладов далека не на первом месте. Лес для чиновников усяго только гроши. И не глядяши на тое, что белорусская дравнина трапила под заходние санкции, ее нарыхтовки не спыняются, про что на умовах анонимности работники лесной господарки распавели выданию зеркала. Амбитные планы министра знести новой рынке збыту для белорусской дравнины, якою заповненные склады ничога не вартыя. Меркуя наш эксперт, специалист у галиней лесной господарки. Общемесное заявление в Беларуси о переориентации на восточный рынок, оно тоже не выдерживает всякой критики, потому что это вопрос с логистикой, с поставками продукции, в том числе через Российскую Федерацию, которая, как мы знаем, блокирует часть поставок ввиду того, что имеет схожие проблемы с деревообрабатывающей отушкой. Китаю, на які знадея глядясь белорусские шиновники простей и тонней куплять лес на далекем исходе России, каже наш эксперт. Гиншая краины Азии попросту не потребуют стольки лесу. И ту цану, за какую яго набывал Евразвяз, платить не готовая. Провалився и план с палевными гранулами, типа летами. У Беларуси для их выработки створили створили каля 50 вытворчастей. Але европейский рынок закрылся и для биопалева. Подобно, что у развития лесной господарки, улады протягиваются допускать системные помылки. Государственные предприятия, они у нас очень слабо маневренные. То есть, им очень сложно перестроиться под конъюнктуру рынка. И, видимо, это как раз таки проблема с управлением данными предприятиями. К сожалению, сейчас выглядит так, что Министерство лесного хозяйства как таковое стало таким средневым придатком этого концерна Белолесбумпром и выполняет определенное поручение бывшего руководителя этого концерна и ныне вице-премьера. Крыстанні лесом як сыровинную базою подыход недальнобачным яркують экологи. У выніку Беларусь рискует стратить свои природные багатси. Повинны были экологизовать свою лесную господарку еще вчора. Скажем, годов 20 альбо 30 назад как неким чином подрыхтоваться до изменения климата до изменения экономичной ситуации в Украине и в регионе. Замест гэтага Беларусь вышла с Оргусской конвенции, якая могла змысить чиновников прислуховаться до грамадской думки. Зато энергетовку лесу 2035-м плануюсь повеличить. А цеперашніх 25 с половы до 30 миллионов кубометров за год. Валентин Василенко, Белсад. Роману Бондарэнку в Жихару Менской площади Пирамена у сёння могло б сполниться 33 годы. Могло б, однаку вечера 11 листопада 2020 года он вышел у свой двор и паспробував догрукаться до осумления тых, кто заразал там бел-червоно-белые стушки. За гэта молодёна жорстка затрымали и сбили. Роман помёр в реанимации Менска шпиталь ухудкой допомоги, куда его привезли в тяжком стане за делу внутренних справ центрального района столицы. Диагноз докторов черепно-мозговая травма и отёк мозга. Силовики и прадержавные меды испробовали обылгать Романом Водоренко стверждаюши, что молодён был в стане алкогольного опьянения и поводился биагрессивно. Однако расследование журналистки Тудбай Катярыны Борисевич целком это неправдило. После новины про смерть Романа шмотысячные акции памяти отбылись по всей краине. На площади пирамена возник Народный Мемориал, який простры дни знишили силовики подчас брутального разгону недельного маршу. Дякуючи вытекам телефонных размова устали севядомые имёны датычных до забойства. Паводли Байполу стар Лукашенки Наталья Эйсмант, тагачастный генеральный директор хоккейного клуба Динамо Дмитрий Басков и спортовец Дмитрий Шакута. Летось вересня генеральная прокуратура припынила расследование криминальной справы с причины невысвельтности особой, якая подлягая притягнению у якости обвиновачного. Гэтак отказности за смерть молодёна Дасюль никто не понёс. Романа Бондаренку пахавали на полночных могилках у Менску. Протягивается разгляд парадоксальной справы об змове деля захопу улады лидер парты БНФ Рыгор Кастусёв, який проходить одним из пяти подсудных в этом процессе, не признал вины ни у одним з пунктов выставленного ему обвиновачення. На судейки проходить открыто зауважно, як моцна схуднеу политик за полтора года зня воляня. Свойки поведомляю, ця проч онкологичной хвороба у спадара Рыгора додалися іншые проблемы со здоровьем. Лидер парты БНФ Рыгор Кастусёв не признал свою вины у змове зметою захопить державную уладу. Сегодня отбылось другое поседжение одного из самых абсурдных процессов режима в так званой справе змовников. Девять человек, з яких пятера под вартою, быцем рихтовали захоп улады и навыд плановали замах на Александра Лукашенку. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш же был этот Федута. Потом стали шире смотреть. Костусёв появился там. В меньшей степени он в Москве не был. Мы вышли на него здесь. И ряд других. Паводля державных обвиновачення Прыгор Кастусёв небыдто досягнул таемного погоднення про захоп улады неконституционным шляхом. И погодился, что это может быть здействовано только гвалтовным чином. Як пишут проладные меды. На суде политик заявил, что не чул, каб обмерковывали пытание захопа улады, а так само николи не закликаў до физичной ліквідации Лукашэнкі. Прысутныя на пасяджанях суда зауважылі. За ўжо паутара годы знявволення спадары гор моцна схудняў. Яшча увесну, яго пацвердзіли анкологічную хваробу. З'явіліся і інші праблемы со здароўем. Дадаецца до гэтава праблемы со зроком, бо калі ў перэвілі знову на американку знайоміцца с матеріалами справы, там вельмі дрэнне святлэння, і он за гэтый час добра пацадзіл зрок. Пішы, што там так само ўсў праблемы со спіной, робілі уколы някі. Дзякуючы ўколам, якія палітвязню перэдаю сваякі, симптомы, што не пакоялі ёго пасля затрымання, зніклі. Зрэшты, анкологічная хвароба засталася. Алі паводлі турэмных дэктароў, рабіць апірацію ў выпыцку спадара Рыгора, немыта згодна. На судовам паседжыні, пішыць праладная сімі, Рыгорка стусеў прызнаўся, што ў звязку с хваробаю писаў прашэні на імя Александра Лукашэнкі. А львіны на судзе, як гэта зрабілі іншы абвіновачваныя, не прызнаў. Не прызнаў ў кожным з пунктаў. Лады павохліп былі прады, як ліп ўсі тых, кагоя не хватаюць абвіновачваюць ў пакараннях салкам прызнавалі свою вину і ашэлліпш записывалі пакаяльнае віде. Я думаю, што тут можас заграла яшэ і тое, што Рыгорка стусеў з'являець старшэнёй напэвно самай знакамітай парты Беларусі і ўн на ім ўсё ж такі больш адказнасті, чым на іншых віновачваны. А лі на рэшэні суда, кажа Олесь Буракоў, ўта навратці неяк пауплывая. Я ўпэвняны, што Рыгорку стусеўу, як і астаць чыцам нібэта гэты груповкі, тадуць достатково вялікі атервэн, на жаль. Сваякі кажыць, што ілюзія ў прасаправдны суд нямае і сам Рыгорку стусеў. Працэс працягніцца другого жніўня. Яшэ адзін резанансны судовы разбор справа ў Туховіччэва, якой падсудны 12 чалавек. Їх віновацяць не бытаў здяясненні актаў терарызму. Галовны фігурант справы гэта ваўкавыцкі прадпрымальнік і актэвіст Мікалаў Туховіч. Їон галадуе на суха ўжо 22 дзень. Трэцця раз яго не прывезлі на судовыя паседжыня. В якім стані спадар Мікалай, родныя не ведаюць, адваката да вязня не пускаюць. Актэвіста ввесті ў галадавання, протэстуючы такім чынам на пазбавлені ёгу права ліставацца. А цяпер да іншых темаў. Беларускія чыновнікі ізнов ўсхваляваліся крамамі сэкондхэнду. Намесніца міністра антэмонапольнага ревлювання гандлю Ніна Емельянова на эфірадзержаўна каналу распавяла, што за апошні некалькі гадоў колькась такіх краму павялічыласся ў двая, да 1500 адзінак. Яны не расліп семімільнымі крокамі, каліп не былі запатрабаванны ў насельніства, падкрэстіла чыновніца. Паводля ЕС сэкондхэнд гэта конкурэнт айчынаму лёгпраму. Емельянова нагадала, што літось ў Беларусі ўнеслі змены ў правилы ажыцявлення гандлю і забаранілі прадаваць ў сэкондхэндах новая ды ўжыванная футравая трэкатажная і швейная вырыба, а таксама абутак. Нібыта дзякуўчы гэтаму імпарт такіх тавара ўжо сёльта скратіўся больша як на 25 адсоткаў. Што збіраюцца рабіць чыновнікі с такімі крамамі, пакуль невядома. Мы ж запыталі наших глядачоў, ці ходзіць яны ў сэкондхэнд і чаму? Купляю дзецім дзялавы стыль ў школу там. Афігенны рэчы за копейкі, спартовую форму, найкавскіе красовкі і зацану Кітаю на рынку. Хадзіць. Купляю сабе вопрытку дзецім і мужу. Можна знайсці новыў і якасныў рэчы. Ні бачу сэнсу пераплочываць. Тым больш купляць беллёх прам. Дзявядома. Напрыклад, новая брэндавая паліто Туль. Я шыў з абміжаваны колекцыі. Сэкондхэта палачка – ратавалачка. Дзівная пытання. Паза Рэспублікаў Беларусь забываеш прасерэдні заробак ў 300 долараў пры ровных коштах на ёжу. Рэчы сталі даражэйшэя там, але мне падабаецца іх якаць. Ахотно купляю там рэчы ўсёй сэмі. Сэкондхэнд руліць. А пранаюся ўжо гадоў 20. Хоць яны сталі вельмі дарагія, калі рэч добрая. Ну і вось на тэму ценав. Кошты ў беларускіх крамах стала растуць, а чыновнікі, виглядая, справуюць імі займі угнацца. Завідаць, каб захаваць, хаця бачныць таго, што прапагандыццы называюць соціальныю дзержавыю. Трыць с першага жніўня ў Беларусі выраз бюджет пражыткавага мініму пенсі і шэрах соціальнах выплату. Аднак ёсць і менш пазітывныя моманты падабязні пра той, што змянілася для беларусыў спачаткам апошнега лэтнега месяцца ў нашым агляде. Пасля гэта ў студы і дамяне далужыцца Маше Макарову і мы працягнем наше выдання. Не перключайтеся. С першага жніўня ў Беларусав на 10 адсоткаў выраслі пенсіі. Павялічыліся і доплаты да іх для нікатарых ўзроставы групаў грамадзянаў. Гэта к асобы ва ўзрості 75-79 гадоў будуть атрымовуваць амальна шэздісяцца два беларускіх рублі болі. Асобам да 80 гадоў і старэйшым доплаты складзе 123 рублі. Пры наявнасті першай групы інваліднасті 164 рублі 26 копеек. Выраслі таксама памеры соціяльных пенсіў ў тым ліку для дятей з інваліднастію. Яны будуть разлічвацца ў залежнасті ад ступені ці групы інваліднасті. Максимальны паказнік цяпер складае 361 рублі 35 копеек. Сёння падрасла да памога ў доглядзі дятяціва ўзрості да трох гадоў. На першая дятя выплата складае 556 беларускіх рублів. На другое і наступных дятей амальна 80 рублів болей. На дятя з інваліднастію да памога выплочвацца памерам амаль 715 рублів. Вырас і бюджет пражытка вага мінімуму. У сярэднім на адну особу ён складае 328 рублів 50 копеек. Атпаведна вырасла і аднаразовая да памога ў сувязі з нараджэнням дятей. Пры нараджэні першага дзяті сям'я атрымае 3285 рублів. Пры нараджэні другога і наступных больш за 4,5 тысячи рублів. Матеріальная да памога шмадзэтным сям'ям на збору школу ў сярэднім дасягнула 100 рублів на дзятя. Беларусам будуть прыходзіць ў паперовым ці електронным выглядзі апавяшэнні пра аплату падаткав на нерухомую майомасць ў тымліку на кватэру, зямлю і транспорт. Выплата падатку будзе ажыцявляцца за два этапы. Ні пазній за 15 галістапада сё літа неабходна унесті аванс па мерам 50 адсоткав ад указаный ў апавяшэнні суммы. Астатнію частку трэба будзе даплатіць да 15 галістапада наступнага года. Ад сваякоў асуджаных стала вядома, што сперша гажніўня на рахункі паправчых калоніў перасталі даходзіць гроші. Як выявілася, гэта здарыласья праспероход на новы межнародны стандарт фінансавых павядамлэнняў ISO 20022. Гэты стандарт прадуглэджаны інтэграційными праграмамі так званай саюзной дзаржавы. Калі праблема развяжацца, пакульні павядамляюць. Беларусьбанк знізіў ставку пановых крэдытных дамовах на нерухомас да 17,5% для грамадзянаў, які будуюцца з дзаржавным падтрыманнім. Таксама банк узнавіў выдачу крэдытав на будовлю жытла незалежна ад формы власнасті забудовніка. Ставка тут значна вышэйшая – 21,5%. Падвысіў Беларусьбанк і тарыфы на абслуговування шэрагу сваіх картак. Вытворцы цыгарэтаў Табак Инвест, гарадзянская тытунёвая фабрыка Нёмана, таксама Інтер Табака, паднялі кошты на сваю прадукцію на 5 копеек. Асобныя маркі цыгарэтаў падаражалі на 10 копеек. Мабільныя апіратор МТС закрыў шэраг старых тарыфаў і павысіў кошт на паслугі ў роумінгу, міжнародную сувязь ММС. А крамя таго падаражалі правадныя інтернет і паслугі ў організація карпаратыўных сетак. Владислав Корсак, Белсад. Это был «Объектив» с Александром Бабко. А теперь мы возвращаемся в студию телеканала Белсад и продолжаем наш вечерний эфир. Ещё 40 минут самых горячих новостей сегодняшнего дня. Ну и давайте перенесёмся сейчас в Беларусь. Докладней мы перенесёмся у помежа Беларуси и Украины. Под час оккупации Киевской области российские войсковцы выкрадали и прамусова вывозили мирных жахаров у Беларусь. Про гэта заявил начальник Головного управления национальной полиции Киевской области Андрей Небытов. Паводли Небытова, у их ёсць отпаведные святки и доказы. Украинская полиция досил шука особоў зниклых под час боевых дзеню. Паводли звездок, представника национальной полиции толькі ў Киевской области за час боевых дзеню зниклі болёс за 300 чалавек. И беларускія новіны старшня парты БНФ и пыльтвязень Рыгор Кастусёв не прызнаў свое вины паводли обвиновачыня ў змове з метаю захопу державной улады. У Менскім обласным судзе другий день пратягваецца працэс па справе Кастусёва Фядута Ізянковича, затрыманных ў красавяку 2021 года. У будынку Мен обласного суда зачиталі обвиновачыня Рыгору Кастусёву. Прокурор лічыць, што палітык уступів ў змову з метаю захопу улады неконституційным шляхам. Кастусёв заявіў, што удзельнішав ў онлайн-конферэнціях так званых змовнікаў толькі як слухач, а інформацію пра змову з метаю звержэння улады ўспрыняў як фэйк. А крамя Кастусёва, фігурантамі справы аб гэтакзваным захопі улады з'являюцца притолых і література знавец Александр Фядута, супрацовніца Менскаго офісу Зянковича Вольга Голубович, актывіст і дальнобойнік Дзяніс Краучук, а так сама юрист Юрий Зянкович. Вольга Голубович прызнала віну ў паўным абйомі. Александр Фядута Часткова суд праходзіць ў адкрытым рэжымя. За кратами Рыгора Кастусёва дыншых фігурантов справы пра захопу лады утрымліваюць ўжо болў за пятнадцать месіццаў, ста здароўені каторых значна пагоршыўся. У Кастусёва нават вывіле онкологічну хваробу мы пагаврэлі з зятям спадара Рыгора Дзмітрэм Антончакам і даведаліся падрабязну інформацію пра суты і фізічны стан палітычна гавязня. Спадара Рыгору добраведы судебні системы Беларусі, што разлішуўе на некі там суправдны суд там не выпадая, тому ілюзі ніяких нема. Але то, што мы окошній листакі мы отрымалі там було написано докладно, што ёнгертуецу до закрытого процесу, то есть, і што никого не пустят. Он сам это внесті написал, і адвокат нам подсвердил, і то, што суд стал открытым, це було така не чеканості для нас. Тому, как бы, я думаю, што для его так само. Онкологія, саправду, я подсвердивалася, це уже було там раніше, там, на початку весны. Дадається до этого еще там проблема со зроком, бо, калі його перевіли знову на американку, знайоміцю з материалами справы, там вільми дрянне освятлення, і він за гэтый час добро подсозіл зрок. А тым часом Александр Лукашэнка, офіцинна прызначыў намєсніка, керівніка свея адміністрація Александра Крутога, амбасадарам ў Росії. Галовна його задача ў Лукашэнка назваў павілічэння паставак ў Росію. Беларускі продукты маюць замястіть заходніе, што сайшлі із Росії за антываэнных санкцію. Пад імпортозамяшчэння Менск спадзяецца отрымаць російські крэдыты. А також Александр Лукашэнка назначал нового міністра лесного хазяйства. Им стал Александр Кулик. Новый руководітель ведамства уже заявіл об аміциозных планах найти, кудасбыть беларускую древесину, попавшую под западные санкції. Почему это так важно для режима, как чиновники распоряжаются природными богатствами Беларуси? И думают ли они о будущем и об екологии? Подробности в нашем репортаже. Мы хорошо знаем, что такое лес. Но тем не менее, контролировать ситуацию, управлять ею нужно. Контролировать и руководить лесным хозяйством теперь должен Александр Кулик. Он уже был заместителем министра, попал под кадровые чистки, вернулся в Кобринский лесхоз, а теперь снова на руководящей должности. В интервью ГУСМИ новый министр обозначил, чем собирается заняться в первую очередь. Искать, куда продать древесину, попавшую под западные санкции. У нас экспортировалась в основном продукция с низкой добавленной стоимостью. Это сырые пиломатериалы и частично сухие. Поэтому сейчас есть возможность больше углублять переработку древесины. И переориентация. Мы уже отгружаем продукцию на Китай, на Азербайджан. Первые поставки пошли. В прошлом году Беларусь продала в Евросоюз лесного сырья на миллиард 400 миллионов долларов. Спрос был высоким, и цены росли. Поэтому белорусские леса вырубали бешеными темпами. В начале 2000-х вырубали 3,5 миллиона кубометров в год. Программа «Белорусский лес» на 2021-2025 годы предусматривает уже 25,5 миллиона кубометров древесины в год. Получается, за последние 20 лет объемы вырубки выросли в более чем 7 раз. Плантации сосны, которые высаживают на месте уничтоженных естественных лесов, не дают такого биоразнообразия, считает Энесса Болотина. Но, по мнению активистки, вопрос экологии для властей далеко не на первом месте. Лес для чиновников – всего лишь деньги. И несмотря на то, что белорусская древесина попала под западные санкции, ее заготовка не остановилась. Об этом на условиях анонимности работники лесного хозяйства рассказали изданию «Зеркало». Работа есть, но за нее зарплаты нет. Реализация готовой продукции практически остановилась. Как я и говорил, в связи с санкциями цены упали до мизерного размера. Но мы продолжаем работать. Вал колеса идет, потому что планы никто не отменял. Пока лес лежит на складах, ждет непонятно чего. Амбициозные планы министра найти новые рынки сбыта для белорусской древесины, которой заполнены склады, ничего не стоят, считает наш эксперт, специалист в области лесного хозяйства. Повсеместное заявление в Беларуси о переориентации на восточный рынок, оно тоже не выдерживает всякой критики, потому что это вопрос с логистикой, вопрос с поставками продукции, в том числе через Российскую Федерацию, которая, как мы знаем, блокирует часть поставок ввиду того, что имеет схожие проблемы с деревообрабатывающей отушкой. Китаю, на который с надеждой глядят белорусские чиновники, проще и дешевле покупать лес на Дальнем Востоке России, говорит наш эксперт. Другие страны Азии попросту не нуждаются в таком количестве леса. И ту цену, по которой его покупал Евросоюз, платить не готовы. Провалился и план с топливными гранулами или пилетами. В Беларуси для их выпуска создали около 50 производств, но европейский рынок закрылся и для биотоплива. Похоже, что в развитии лесного хозяйства власти продолжают допускать системные ошибки. Государственные предприятия, они у нас очень слабо маневренные. То есть им очень сложно перестроиться под конъюнктуру рынка. И, видимо, это как раз-таки проблема с управлением данными предприятиями. К сожалению, сейчас выглядит так, что Министерство лесного хозяйства, как таковое, стало таким средневым придатком этого концерна Белолесбонпром и выполняет определенные поручения бывшего руководителя этого концерна, и мы не вице-премьера. Использование леса как сырьевой базы – подход недальновидный, считают экологи. В итоге Беларусь рискует потерять свои природные богатства. Мы должны были экологизировать свое лесное хозяйство еще вчера, лет 20 или 30 тому назад, чтобы каким-то образом подготовить его к изменению климата, к изменению экономической ситуации в стране и в регионе. Вместо этого Беларусь вышла из Орхусской конвенции, которая могла заставить чиновников прислушиваться к общественному мнению. Зато заготовку леса в 2035-м планируют увеличить с нынешних 25,5 до 30 миллионов кубометров в год. Валентин Василенко, Белсад. Но мы продолжим белорусскую тему. 8-9 августа в Вильнюсе пройдет большая конференция «Новая Беларусь», которую организует офис Светланы Тихановской. Участие в этой конференции примут разные демократические силы Беларуси, блогеры, журналисты. Площадка должна как раз объединить тех, для кого важно будущее Беларуси. И предприниматель-блогер Александр Кнырович попросил подписчиков своих социальных сетей, а также читателей, зрителей СМИ и Еврорадио задать те вопросы, которые их сегодня волнуют, и которые важно задать политическим силам, участникам конференции «Новая Беларусь». И вот уже сейчас Александр Кнырович, предприниматель-блогер, присоединяется к нашему эфиру. Узнаем у него подробнее, какие же вопросы волнуют сейчас белорусов. Александр, добрый вечер. Да, добрый вечер. Спасибо за возможность пообщаться с зрителями Белсата. Действительно, я в своих социальных сетях и на Еврорадио задал такой вопрос и был очень удивлен тому, что, во-первых, я получил более ста каких-то наказов от избирателей, скажем так, условно говоря, а во-вторых, был удивлен тому, что большинство из них были очень конструктивны. В отличие от того, какого-то сегодня выяснения отношений между демократическими силами и реальных белорусов волнуют абсолютно конкретные вещи. И, конечно, их гораздо больше, чем разговор о том, где деньги светли или кто кому что сделал либо не сделал, волнует будущее. Белорусы хотят видеть некую цель, хотят видеть стратегию движения к цели. И достаточно большое количество белорусов волнуют общие вопросы, связанные с идентификацией нации, с какой-то возможностью построения в 21 веке виртуальной сети цифрового государства. Поэтому вот из всего этого мне удалось сформировать 12 вопросов. И я бы сказал, что эти 12 вопросов представляют сегодня такой, знаете, тест на адекватность белорусского политика. Я понимаю, что они достаточно сложны. Там есть много вопросов и о целях, и о стратегиях. И, конечно, очень трудно будет ответить на них всех полностью в рамках конференции или в рамках любого политического действия. Хочу отметить, что, конечно, Александр Горьевич Лугашенко никогда бы не смог ответить на эти вопросы. Он, наверное, первый провалил бы такой тест. Но отвечать на них надо. И я очень надеюсь, что и в рамках конференции, и после нее те силы, к которым я обратился, будут поступательно, постепенно отвечать на эти вопросы, видя в этих вопросах не мое личное желание, а действительно реальную потребность белорусов. Господин Александр, вось те пытания, які, как вы ранее, казали, вам задавали ваши глядачцы, ваши аудиторы, можно згруппироваться в некольких группах. Гэта справоздачность, что вось хотели организации зарабить, яким это ставили, что удалось задабиться, стратегию, як они бачить Беларусь, и план дзене у тым ліку на непрадбаченые ситуации. На ваш погляд, гэтае пытання люди задають офісу Светланы Тихановской, ці больш широкому колу людей? Знаете, сьогодні, через два года после выборов, на которых очевидно большинство белорусов поддержало, во-первых, перемены, а во-вторых, эти перемены они видели непосредственно в личності Светланы Георгиевны Тихановской, сьогодні, через два года, конечно, есть некоторая усталость, и люди, когда задають эти вопросы, видят этим адресатам более широкую палитру, они видят всех белорусских политиков, но могу сказать, что простой рядовой белорус не различает демократические силы по, знаете, по оттенкам, и он очень удивляется, когда слышат о том, что внутри белорусского демократического движения есть какие-то бурные споры, как бы, знаете, общий элитмотив такой, и так ситуация достаточно тяжелая, требующая новых решений, а вы еще между собой и спорите, не можете прийти к согласию. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос коротко, то, конечно, это вопросы не только к офису, хотя, в первую очередь, к офису Светланы Тихановской, но и ко всем тем людям, которые претендуют на звание сегодняшнего белорусского политика в 22-м году 21-го века. А вы сам, як делегат, чаго чекаете ад конференции, что павинны зарабить удельники гэтой конференции, яких рашэнняв досягнуть? Вы знаете, конференция из 300 человек, которые будут проходить в течение полутора дней, очевидно, что это очень спорное и трудное место для длительных и глубоких дискуссий. И поэтому я очень надеюсь, что, во-первых, удастся не скатиться в выяснение взаимной отношений, что сегодня абсолютно непродуктивно. И совершенно не важно, что происходило последние два года, важно зафиксировать сегодняшнюю точку отчета и увидеть цели в будущем. Так вот, я очень надеюсь, что удастся не скатиться в выяснении отношений и удастся сформировать некое видение будущего движения. В том числе и будущего движения, как я очень надеюсь, что появится какой-то представительный орган от лица всех белорусов, которые будут выступать в роли протопарламента и которые сможет, скажем так, создавать наказ для реальных белорусских политиков. Александр, а можно ли на основании тех вопросов, которые через вас передают демократическим силам белоруси, белорусы сказать о доверии белорусов этим демократическим силам, насколько это действительно высокое доверие, которым пользуются белорусские демократы и не снижает ли этого доверия невозможность объединения, ну или такие трудности с объединением, которые мы наблюдаем в течение последнего времени? Ну, вы знаете, любой политолог из тех уважаемых людей, которые сегодня выступают в этой роли, и Шрайман, и Усов, скажут, что в целом, как бы, в период такого безвремения между политическими кампаниями, общий интерес к политике в целом падает, и это нормально. Я бы хотел отметить, что когда говорят не какие-то вовлеченные в текущее активное действие люди, а простые белорусы, то у них все еще сохраняется очень высокий кредит доверия в целом к белорусским демократическим силам, и даже вот эти сегодняшние склоки, которые продолжаются последние несколько недель, пока не сумели покалебать этого кредита доверия. Вы уже назвали одно ваше спадзявание от этой конференции сформовать некий протопарламент, пляцовку, на какой можно будет примать решение от имя усих демократичных сил, какие на ваш погляд мэты повинные поставить перед собой белорусские демократичные силы, какие приоритеты нужно перед собой ставить сегодня? Спасибо большое за вопрос. Я не являюсь политологом, не являюсь участником политического поля, поэтому могу высказывать только такое же мнение, как и любой рядовой белорус, который смотрит на это все со стороны. И, конечно, я не ожидаю сегодня каких-то прорывных решений. В этих вопросах, которые прозвучали, заложены буквально несколько вещей. Во-первых, политические силы, демократические силы должны быть готовы к неожиданному развитию ситуации. Последние два года мы живем в период таких прилетающих регулярно черных лебедей. Несмотря на то, что это неожиданное событие, вероятность их наступления все-таки можно каким-то образом предсказывать. Я бы хотел чтобы демократические силы были к этому готовы, а во-вторых, чтобы их действие, которое в 2020 году строилось все-таки это единение на едином фундаменте на лозунге «Уходи», я бы хотел, чтобы в дальнейшем оно базировалось на более глубоких вещах, на идентификации нации, на общем понимании видения той самой новой Беларуси, в которой мы хотим все вместе жить, а не на каком ситуационном единстве. Я понимаю, что конференция это не может быть результатом, но я очень надеюсь, что какое-то количество шагов к этому все-таки будет сделано. А вы как предприниматель, как инвестор, как блогер, хотя бы экономичном плане, какую бы Беларусь хотите видеть, хотите будовать? Ну, вы знаете, я в этом смысле абсолютно законченный экстремист, я не уверен, что все силы в том числе демократически меня поддержат в этом стремлении. Конечно, с экономической точки зрения я хотел бы видеть Беларусь абсолютно свободной, Беларусь, в которой предпринимательский дух стоял бы на первом месте, в которой молодой парень или девушка, заканчивающая школу, воспринимала образ человека, который создает себя сам, который создает бизнес, а это значит ценность для всех беларусов, как возможный и как такой, знаете, образец для подражания. Я бы хотел построить такую Беларусь, абсолютно понимаю, что это некая моя мечта, но я уверен, что в такой стране всем было бы удобно и комфортно жить. Я хочу видеть Беларусь свободной, Беларусь предпринимательской. Дякую от наш канал на новой частоте мы расповедем коротким ролику. Внимание! С 1 сентября телеканал Белсад изменяет частоту вещания на спутнике Астра. Для того, чтобы оставаться с нами, рекомендуем настроиться на новый сигнал уже сейчас. Параметры Спутник Астра 4А Транспондер 4,235 Частота 12,380 МГц Горизонтальная поляризация Символьная скорость 27,500 Модуляция DVB-S QPSK Оставайтесь с Белсадом! Оставайтесь с Белсадом и не забывайте ставить лайки под ремовым эфиром, писать комментарии, активно участвовать в нашем эфире, а также подписываться на телеграм-каналы Белсада и нашего русскоязычного проекта «Вот так» читать самые свежие новости со всего мира. Ну а мы теперь немного о кибератаках поговорим в нашем эфире. В 7 часов утра кибератакам подверглась крупнейшая оборонная компания Lockheed Martin, которая производит и поставляет системы HIMARS Украине. Во всяком случае, о начале «Атак» объявила прокремлевская хакерская группировка Killnet. Кроме того, они выпустили видео с призывами к американцам поджигать административные издания компании и обещали заплатить поджигателям по 50 тысяч долларов в криптовалюте. О том, что это за хакерская группа и какие атаки уже были на ее счету, расскажет наш коллега Александр Шапалин. Российские провластные хакеры из группы Killnet заявили о начале нового типа «Атак». Все началось в понедельник в 7 часов утра. На этот раз их жертва американская военная компания Lockheed Martin и ее офисы и ее сотрудники. Все из-за того, что именно эта компания поставляет Украине артиллерийские ракетные системы HIMARS. В поле зрения общественности организация Killnet попала после начала военной агрессии России против Украины. Ее члены заявили, что «дадут отпор западным киберпреступникам и хактивистам, которые объявили России кибервойну». И до Lockheed Martin крупной целью группировки была не одна компания, а целая страна — Литва. Тогда поводом для начала атаки хакеры назвали приостановку транзита грузов через Калининград. В результате атаки нагрузка на многие и государственные сайты страны и сайты частных компаний колоссально возросла. И это на некоторое время парализовало их работу. Сегодня мы наблюдаем увеличение количества атак, направленных на срыв. Было атаковано больше учреждений. Атаки были значительно более интенсивными. Мы видели больше сбоев на веб-сайтах. Мы видели нарушение работы сайта государственной налоговой инспекции. Атаке подвергся основной центр государственной связи. По этой причине была нарушена работа части сайтов и сервисов госучреждений. Но, как рассказывали тогда эксперты, особой искусностью атака на литовскую цифровую инфраструктуру не отличалась. Я бы не назвал это супер-пупер атакой. Это был просто ДДОС, когда к каким-то ресурсам искусственно направляется много запросов, а ПО вместе с инфраструктурой просто не справляются. Что происходит в этот раз еще не ясно. Lockheed Martin крупная компания, которая сама среди прочего специализируется на системах кибербезопасности. Поэтому легкой целью ее не назвать. Пока представители компании не дали комментариев о происходящем. Удалось ли хакерам нанести какой-то ущерб компаний пока не ясно. Насколько широки возможности российской хакерской группировки мы спросили у экспертов. Знаете систему управления качеством информационной безопасности которые действуют в Америке можно сказать что это практически нереально. Те новые методы что они заявляют это не те новые которые могут быть это новые старые как говорится просто такие хакеры они пробуют разные способы как взломать инфраструктуру того или иначе или другой организации. На счету хакеров также аналогичны атаки и на другие страны которые оказывают поддержку Украине поставкой оружия финансами или приемом беженцев. В частности дидос-атакам подвергались структуры Германии Италии Румынии Литвы и США. Если мы посмотрим на историю атак хакерской группировки Кирнет то в основном они связаны с дидос-атаками устойчивости систем. Это когда у вас много устройств отсылают на определенные середра много запросов и таким образом сервис становится недоступным. За отказ от транзита подпадающих под санкции российских товаров Кирнет атаковали и Норвегию. 29 июня хакерам удалось положить норвежский сайт государственного управления корпоративную страницу службы идентификации онлайн-банкинга и ресурс инспекции труда. Кроме того в течение нескольких часов были недоступны сайты крупнейших норвежских СМИ. Масштабные кибератаки 7 июля подверглись польские сайты в том числе сайты агентства внутренней безопасности ресурсного центра киберпространства вооруженных сил Польши и военной структуры. Официально российские власти неоднократно опровергали свою причастность к любым кибератакам на территории других стран. Вы видели доказательства? Нет? Я тоже их не видел. Все вот эти вот сюжеты связанные с кибератаками отравлениями взломами чем еще вмешательством в выборы они выглядят как плохой детектив. Но эксперты утверждают, что российские спецслужбы имеют давнюю историю использования подставных хакерских групп для киберактивности. Среди таких группировок называются Трикбот, Конси и Хакнет. О связи первых двух с российским правительством установил IT-гигант IBM. У Киллнета была новость о том, что они совместно с Хакнетом организовывали атаку. И есть публичная статья о Хакнете, которая говорит о том, что это инициатива инфобезопасников, которые работают на государство и которые существуют исключительно у них задачи, которые ставят им государство. То есть мы можем говорить, что, по крайней мере, Килнет это хакерская группировка, которая аффилирована с государством. Другая хакерская организация RageDIT и вовсе открыто заявила о том, что напрямую сотрудничает с Министерством обороны. С Министерством обороны мы наладили канал передачи данных. И очень надеемся, что им это помогает. Но ни у одной России есть в арсенале кибероружие. Украинские кибервойска с начала полномасштабной войны также атакуют российские ресурсы. Я только что создал оружие, которое могут использовать люди. Есть командир, который решает, как использовать это оружие. И есть солдаты, которые его применяют и могут вооружить свои устройства против российского вторжения. В день полномасштабного вторжения России в Украину о начале кибервойны против российского режима объявила и международная хакерская группа Anonymous. В частности, за это время им удалось положить несколько российских государственных сайтов, среди которых и официальный портал Государственной Думы и одной из крупнейших пропагандистских СМИ RT. А на радиочастоте, на которой общаются российские военные, группа хакеров запустила гимн Украины. Александра Шапалина, Белсад. В Нью-Йорке сегодня обсуждали опасность начала ядерной войны. Там, в штаб-квартире ООН, началась 10-я конференция стран, которые подписали договор о нераспространении ядерного оружия. И генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что мир находится в одном просчете от ядерного уничтожения. В свою очередь, США, Франция и Великобритания в совместном заявлении упрекнули Россию, что она использует безосновательную ядерную риторику. Ну а президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам конференции, что в ядерной войне не может быть победителей и эту войну не стоит даже и начинать. Тем часом ООН отримала запыты как Украины, так и России. Запыты на расследование падея у Оленовцы Донецкой в области, где подчас удару по турме, где утрымливались украинские военнополонные, по воде для российского боку загинули больше 50 военнополонных. Пакуль, что эксперты Организации Объединенных Наций на место трагедии не допущены, однако генпрокурор Украины Андрей Костин на подставе здымка у яке были отрыманы з Оленовки пришел до высновы, генеральная прокуратура пришла до высновы, что махчымай зброи здяснение вось теракту забойства украинских военнополонных могла быть термобарычная зброя, якая маяцца у России термобарычная зброя, гэта напрыклад ручный реактивный пехотный агнемет Шмель, гэта зброя, якая выкарыстовывая объемный выбух, калі распыляецца вуховая рэчева и падпаливаяцца и такими сродками аккурат володая Россия. Ну а больше Несмотря на предостережение Белого дома, спикер палаты представителей Конгресса США все же полетит в Тайвань. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в руководстве обеих стран. Визит состоится в рамках тура по азиатским странам. Планируется, что в Тайване Пелоси останется на одну ночь. Точная дата пока не называется. В Китае, где считают Тайвань своей территорией, против такого визита выступили президент страны Си Цзиньпин призвал президента США Джо Байдена не играть с огнем. Если Пелоси все же удастся попасть в Тайвань, она станет первым за 25 лет спикером американской палаты представителей Конгресса, который это сделал. Российский Газпром Финансовая помощь Система. При их допомозе ЗСУ изничали больше за 50 российских складов с боеприпасами. Но в Государственной Думе России предложили запретить гражданам так называемых недружественных государств усыновлять и брать на попечение российских детей. Проект разработала группа депутатов во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Они мотивируют запрет тем, что эта цитата не отвечает национальным интересам страны, то есть усыновление не отвечает этим интересам. Недружественные для России страны это 50 государств и территорий, которые не согласны с кремлевской политикой. Такой список ведется с прошлого года. Первыми в него вошли США и Чехия, кроме них в списке Украина, все страны Евросоюза, Япония и другие. Надо сказать, что закон Димы Яковлева, с которым во многом началось закручивание государств. В российском государстве принимался ровно 10 лет назад. Тогда гражданам США запретили усыновлять российских сирот. Про это выходили документальные фильмы, репортажи. Это сломало жизнь многим детям, которые находились уже на стадии усыновления гражданами США и которые не смогли никогда встретиться со своими приемными родителями. Но мы переходим дальше. То, что происходило здесь, в Варшаве, бои и немцы безжалостно убивали мирных жителей, такая же беспощадная российская агрессия против Украины ведется сегодня. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда после посещения выставки по случаю годовщины Варшавского восстания. В Польше отмечают сегодня 78-ю годовщину Варшавского восстания, которое было поднято 1 августа 1944 года. Оно считается крупнейшей подпольной военной операцией в оккупированной Европе. Повстанцам удалось продержаться более 60 дней. 2 октября восстание было подавлено, однако оно стало символом мужества и героизма для многих поляков. В память о нем и о его участниках в Варшаве запланирован ряд торжественных мероприятий, во время восстания погибло около 16 тысяч повстанцев, 20 тысяч были ранены, еще 15 тысяч взяты в плен, погибли также около 200 тысяч мирных жителей, жителей Варшавы, и город тоже был уничтожен. Здымочная группа лета у объективе наведала Ирпинь, який заставался частково подроссийской оккупацией маль месяц. 73% городу потерпели со 145 шмат поверховых домов, 40 поеде подзнос подчас боевых денью были пошкоджены уси администрационные установки, маневодные целые школы ставить лайки под трансляции, которые вы смотрите в ютюбе, не забывайте подписываться на телеграм-каналы, самые важные, самые последние новости со всего мира из нашего региона, именно там, в телеграм-каналах Белсата и русскоязычного проекта. Вот так, но эти два часа в студии Белсата с вами провели мы по-белорусски мой коллега Олесь Попком. И на российской мове Маша Макарова саджите за нашим ранешним эфиром и заставайтеся с Белсатом. До встречи в эфире. Здымочная группа лета у объекты виноведала Ирпинь, який заставался частково подроссейской оккупацией Амаль месяц. 73% города потерпели со 145 шмат поверховых домов 40 пойдзе подзнос. Подчас боевых деянеў были пошкоджаны усе администраційные установы. Няма неводной целой школы ды дзятчага садка. Пасля вызволення адрашистаў Ирпинь призналі городом героем. Амаль 50% жихароў вернуліся дадому. Больша зіх у никуды. 24 февраля у нас в Украине война. В течении пяти днів уже война дошла и до города нашего. Ирпинь не был оккупирован полностью. Ирпинь был оккупирован на 30%, а 70% это бы как бы удерживали территорию мы, наши украинские военные вместе с территориальной обороной. Самое главное, что я считаю моей команде удалось, это эвакуация. Ирпинь это 100-тысячный город. И нам удалось 95% эвакуировать население. Сегодня эвакуюем наших же хороуз энергии, жанчины с маленькими детьми. Сябры, я вельми радый, что все живые и здоровые. Не хвалюйтесь, наша украинская армия переможа, мы моцные. Конкретно мы с супругом занимались, помогали деткам аутистам достать таблетки какие-то необходимые для них, для существования, потому что для них было очень тяжело. Люди, которые в возрасте, а мы были в подвале, мы были достаточно защищены, наши дети, у нас трое детей, и мы себе забрали еще 16 человек, поэтому у нас все было, мы полностью сделали себе и бружуйки, и генераторы поставили, поэтому нам существовать можно было, и поэтому мы находились в городе максимально долго. После нашего выезда через два часа были блокпасты орков. 6-го числа, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, обстреляли в машине. При обстреле я отрымала контузию правого вока. Кировцу паранели в голову, и он живый, ему надали экстренную медичную допамогу. На жаль, третьяга нашага волонтера забили в машине. стреляли с градом, с минометом, с танком, с артиллерии, и авиаудары были. И они в последние три дня начали атаковать город сразу с трех сторон. Они ждали резервы. Резервы шли с Бучи и Гастоми, а две большие колонны. Но наши артиллеристы, я так понимаю, при помощи Байрактаров, эти две колонны были уничтожены полностью. То есть у них не было подкрепления, и они начали окапываться, их нападение, наступление провалилось, и было принято решение командования контратаковать. Я этот день помню, как сейчас, это было где-то в два ночи, мне приходит смс, и наш президент Владимир Зеленский сделал наш город, признал, было распоряжение город героев день. 73% повреждено город, у нас каждая школа, каждый садик с попаданиями, или полностью, или частично разрушена. Из 145 домов многоэтажных, 40 многоэтажных домов идет под снос, это очень много, и приблизительно 3000 домов частных, индивидуальных повреждено, из них где-то 1000-15 под снос. нам привозят модульные домики, мы договаривались с санаториями, чтобы размещать людей, внутричних переселенцев, в санаториях, это у нас есть такой центр дубки, есть, как говорится, такой жилой дом, где мы размещаем людей тоже группами, потому что люди активно возвращаются, на сегодняшний день уже почти больше 50% населения города вернулось, но никуда. Мы в жилом комплексе на Аватар, в городе Герой Ирпинь, на улице Игнатьюка. Гэты жилый комплекс так само потерпел. Жихрам, які вернулись, меняют в окны, а мы шукаем контакты тых, кто еще не вернулся, и так само заменим им в окны. На сегодняшний день, сгодно с постановой Кабинету Министров на Киевскую область вылучили 400 миллионов гривня на ликвидацию наступства у российской агрессии. Зих на сегодняшний день, амаль 200 миллионов город Ирпинь забрал на все свои объекты. Рабили на кожный объект ответную кошторисную документацию, подавали у департамент региональной выветки Киевской области на проверку. После проверки затверджалась кожная справоздача об объекте индивидуально. На проверку после проверки мой регион затверджал каждый кошторис по объекту окремо. Я хочу звернуться до тех, кто нападает и напал на нашу Украину, до всех этих людей. Подумайте в первую чергу про себя. Как бы вы отчували себя на нашем месте? Хотели бы вы опынуться под обстрелами, под бомбардуваниями? Хотели бы вы застаться без своих домов, без своих родных? Хотели бы выховать своих маленьких детей? Я вас верьми прошу задуматься над моими пытаниями и поставьте гэтай пытань перед собою, кали вы глядите сестья у люстерка. джеркалом. Пера процовывание древа. Перспективная голена экономики Беларусь, безусловно, стала бенефициаром этого скачка цен на древесину, экспорт древесины.